В поле откроют памятник герою СВО Старооскольцу, полковнику Георгию Шиваеву. Бюст установят на Аллее Славы. Сюда же решено переместить скульптурную композицию после боя, установленную сейчас напротив Были. От Старооскольцев поступает немало обращений, связанных с ходом и сроками работ на Площади Победы. Когда завершится укладка тротуарной плитки, почему спилили несколько деревьев и заработают ли фонтаны? Подробные ответы на эти вопросы в нашем следующем сюжете. Площадь Победы – знаковое место для Старого Оскола и каждого его жителя. Немало споров пару лет назад вызвали планы по ее реконструкции. Остаются вопросы и сегодня, несмотря на то, что работа идет полным ходом. И у заказчика, и у подрядчика есть желание сделать территорию удобной, комфортной, безопасной и красивой. Если рассматривать проект в целом капитального ремонта парка Победы, то его нужно делить на два этапа. Первый этап – это касается самой площади, территории вокруг были, аллеи славы. Второй этап – уже зона за стеллой, парковая зона, которой мы на сегодняшний день еще не прикасались, и это у нас на перспективу. В прошлом году значительный объем работ был связан с заменой инженерных сетей. Это электро- и теплоснабжение, наружное освещение. Внешнее благоустройство затронуло лишь часть аллеи славы. В этом году задачи уже другие. В процентном отношении на сегодняшний день, можно сказать, что выполнено 60-65%. И мы планово идем к сдаче площади, к дню города и прилегающей территории, к центральной части. Сейчас выполняется на площадке подготовка бетонного основания, там, где оно необходимо. И полным ходом идет укладка тротуарной плитки, согласно той концепции, которая разработана на данном объекте. О фонтанах строителей не спросил только ленивый. Эта тема действительно волнует местных жителей. Для горожан это не столько гидроландшафтное сооружение, сколько историческая достопримечательность периода строительства и развития новой части города. Могу заверить и успокоить еще раз всех наших жителей о том, что фонтаны, они есть, остаются и будут в тех же размерах, в той же конфигурации, в таком же исполнении. Это будут музыкально-динамические фонтаны. Не стоит волноваться и по поводу зеленых насаждений, уверяет в управлении капитального строительства. Все, что мы спилили, здесь порядка пяти деревьев у нас ушло, взрослым. И, естественно, все это будет высажено здесь, вернем. То есть у нас есть места, где посадить и вдоль Аллеи Славы, и в этой же зоне, и в районе детской площадки. Увеличится площадь самой детской площадки, насытим ее уже современным оборудованием детским. Ну и, соответственно, вся территория, прилегающая вокруг детской площадки и за территорию мыль, это тоже здесь и в работах на текущий год. Еще одна тема, активно обсуждаемая жителями – перенос скульптурной композиции поля Боя с уже привычного места на Аллею Славы. Памятник установят чуть ближе к бюстам героев Советского Союза. Подрядчики уверяют, что все запланированные работы выполнят в срок. И первые шаги по обновленной площади староскульцы смогут сделать уже в 430-й день рождения города. Евгения Ташманова, Павел Казакевич, Симон Гречишников, 9 канал.